Господи Божий мой, на тяну повад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 11 по 16. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Речи Господь! Оставите детей, приходите ко мне, и не броните им. Та цехбо есть Царствие Божие. Аминь глаголю вам, и же ащи не примет Царствие Божие, яко отрача, не имать в нити вне. И объем их, возлож руце на них, благословляше их. Прочитаем вместе этот текст в русском переводе. Сказал Господь, кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Господь наш Иисус Христос, отвечая на вопрос фарисеев о возможности расторжения брака, указывает на богоустановленность и неразрывность брачных уз. Как мы отмечали в прошлой программе, жестокосердие и гордость разрушают саму основу брака, которой является любовь. Идеал отношений между супругами раскрывается в смирении друг перед другом и в стремлении понять другого человека. Но для тех, кто не желает уступать, пребывая в состоянии гордости и не стремится сохранить брак, Спаситель произносит следующие слова. «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Апологет, то есть философ, который защищал христианство, Афиногор, афинский, живший во II веке, рассуждая о словах Христа, пишет «Неусердие в рассуждениях, но пример и прилежание в делах обнаруживают наше подлинное существо. Потому возможно оставаться либо таким, каким был рожден, либо один раз вступить в брак. Ибо повторный брак – прелюбодеяние, хотя и под благовидным предлогом». По всей видимости, во время беседы Христа с фарисеями вокруг стали собираться люди, и в том числе женщины с детьми. Женщины никогда не упускали возможности поднести своих детей под благословение известных раввинов. Особенно старались сделать в дни рождения детей. Так и в этот раз матери начали приносить своих младенцев ко Христу. Вера народа была настолько велика, что одно возложение Господом рук принималось как благословение для детей. Спаситель вместе с учениками направлялся в Иерусалим на праздник Пасхи, который должен был стать для него последним в земной жизни. Ученики старались уберечь учителя и не допускали приносящих. Увидев это, Господь вознегодовал и сказал им «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Не отвергая младенцев, но с удовольствием принимая их, Господь научает смиренно мудрию и тому, что Царствие Божие необходимо принять в свое сердце с таким же чистым, невинным и непорочным расположением духа, какое бывает у малых, нравственно неиспорченных детей. Как отмечает блаженный Феофилакт, учит он и словом, говоря, что таковых есть Царствие Небесное, кое имеют расположение детское. Дитя не превозносится, никого не унижает, не злобиво, бесхитростно, ни в счастье не надмивается, ни в скорби не уничижается, но всегда совершенно просто. Поэтому, кто живет смиренно и не злобиво, и кто принимает Царствие Божие как дитя, то есть без коварства и любопытства, но с верой, тот приятен перед Богом. Любовь свою к детям Господь объясняет указанием на достоинство их. Эти достоинства ставят примером для подражания всем желающим войти в Царствие Небесное, говоря, «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Преподобный Иустин Попович говорил, «Спаситель благословил детей и молился Богу о них, ибо жизнь слишком серьезная и скорбная тайна, чтобы дети могли без Бога войти в нее и жить ею. Ученики запрещали приводить детей к Господу Иисусу не по гневу и не по ненависти, но по желанию, чтобы они не мешали Господу при Его проповеди Евангелия и Царства Небесного». В ответ на это Спаситель дает своим ученикам новое богочеловеческое благовестие. «Дети, самим тем, что они дети, обладают Царствием Небесным в незлобивых душеньках своих. Во взрослых сладострастие сделало свое, вытеснило или вытесняет все небесное, божественное, бесстрастное, уменьшает божественную истину в человеке и небесную правду, и небесную любовь, через которую небо и царствует среди ангелов и среди людей». Кто не принимает проповеди о грядущем Царстве с детской доверчивостью, кто не верует всем сердцем во Христа, тот не может войти в Царствие Божие. Как дети полностью доверяют родителям, так и мы, дорогие братья и сестры, должны доверять Господу, преклоняясь перед Его величием, сохраняя способность повиноваться Ему, прощать и просить оставления грехов, с благодарностью и смирением принимая Его бесценную любовь. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на тебя уповад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok